Астерозои, то есть собственно астероиде, это морские звезды, наиболее типичные иглокожие, как минимум 400-500 миллионов лет назад уже были, вот все вот эти организмы беспозвоночные, они возникли примерно 500 миллионов лет назад, скоро буду про это кембрийский взрыв, причем как-то одновременно, и много спорят, почему вот так, то есть сразу современные все вот эти типы, даже и подтипы их все возникли. Они длительно господствовали в морях, но где-то вот даже к концу мизозоя только рыба их выбила, то есть хордовые пришли к мировому господству, но довольно поздно в морях, они сначала на суше там распространились, вот сейчас да, в морях полностью хордовые, возможно потом вот млекопитающие помогли, когда там киты, дельфины начали истреблять массу всех беспозвоночных, в общем вот, влазь к позвоночным перешла сравнительно недавно в морях, и они убили огромное количество всяких видов беспозвоночных, которые там были, вот есть было гораздо больше, в том числе и морских звезд, очень много было, вот где-то сотни миллионов лет назад другие были виды и подтипы всяких вот морских звезд. Ну и до сих пор, тем не менее, они сохранились, и их очень много, особенно в прибрежной зоне они охотятся, известно, конечно, еще древним грекам и постоянно описывали. Сейчас где-то 1500 видов морских звезд обитают в морях с нормальной соленостью, то есть в опресненных морях типа Азовской, черные, единичные только виды, такие уже дегенеративные присутствуют, еле живые. Естественно, такие активные и многочисленные морские звезды, это соленые моря, такие как Средиземная, ну или вот открытый океан, там вот их очень много на побережье, как-нибудь Африки, Индии и так далее. Они солено-любивые, потому что они не могут регулировать концентрацию солей, то есть если они попадают в пресную воду, то у них концентрация соли внутри организма снижается, они погибают. То есть они самостоятельно не могут солевую концентрацию регулировать, ну вот как мы, допустим, можем, у нас концентрация поддерживается достаточно высокая, соли в крови, да, вот они не могут, кожа у них не такая, не держит. Размножаться могут они очень активно, иногда бывают вспышки этих самых морских звезд, производят они в огромных количествах, конечно, личинки. Все-таки скорее это мелководное животное, там больше всего пищи, но обнаружены они на глубине, допустим, даже 10 километров, вот в желобах Тихого океана, где самые глубокие, там есть глубоководные морские звезды, потому что это хищники, и там есть все равно чем питаться. Все абсолютно морские звезды ползают по дну, донный образ жизни, ну она так и тело такое, вот типичная, плоская, донная. Питаются, они, как правило, хищные, питаются всякими существами, которые там есть на дне. Морские звезды активно питаются моллюсками, почему-то они их любят и являются главным врагом моллюсков. Ну, также могут и ракообразными, кишечно-полосными, друг другом. Ну, есть, конечно, плоядные формы, то есть есть звезды, которые жрут землю, по типу вот галатурии какой-нибудь, или земляного червя жрет землю, высасывает из земли все, что там органика есть, потом землю сбрасывает. Но это не часто, обычно хищники все-таки. Ископаемых обнаружили порядка 300 видов морских звезд. Скелет не такой скрепленный, как у ежа. Ежи и ископаемых легко обнаруживают, у них скелет устойчивый. А у нее отдельные пластинки, поэтому ископаемых морских звезд меньше. Но разнообразие явно было больше, потому что ископаемые виды часто к вымершим разного относятся. Группам, отрядам, которые уже не наблюдаются. Ну, значит, типично, понятно, какое у нее тело, да, лучи расходятся. Внизу у нее рот считается, поэтому нижняя сторона оральная считается, а верхняя аборальная. Анальные отверстия, как правило, у нее наверху. То есть вот то, что мы видим, это задница. А рот у нее, естественно, внизу, потому что она же жрет снизу то, что там на дне. Поэтому понятно. Большое количество амбулакоральных ножек, как обычно у иглокожих, они многоножковые. Система из пяти лучей просто наиболее распространенная. Есть по 45 лучей, есть по 50 лучей, и картинки скоро мы увидим. Причем некоторые могут иметь разное, в зависимости от ее разных стадий жизни. Может у нее то 8, то 16, то 10. То есть одна и та же звезда может разное количество лучей иметь. Соотношение размеров лучей и диска тоже разное. То есть у некоторых звезд в 20-30 раз их лучи длиннее, чем она сама, чем диск. Ну обычно в 3-5 раз. То есть вот то симметричное, к чему мы привыкли, это на самом деле Астерия Рубинс обычно. У нее где-то в 5 раз лучи выше, чем ее диск основной, в котором все основные органы. Некоторые, в общем-то, звезд даже и не имеют. Тем не менее относятся, то есть лучей не имеют. Тем не менее все равно морская звезда, потому что, допустим, у нее нет панциря, как у ежа или иголок. Ну вот такие есть, допустим, кульцита. Она практически круглая. Ну и наиболее известен в этом плане подосферастер. Подосферастер, вот он, шаровидная, значит, звезда. Вообще не имеет лучей, между прочим. Внешне походит на морского ежика, но не имеет, опять же, иголок, поэтому все-таки звезда. На самом деле у него есть пятеричные симметрии. Допустим, 5 амбулокральных борозд. И, в общем, дифференцируется он четко от морского ежа. И по всем другим признакам, кроме лучей, это звезда. Размеры морских звезд тоже очень разные. Маленькие 1 сантиметр, и крупные могут до 80 сантиметров быть, и могут быть довольно большие, а не огромные. Но им большой размер обычно не нужен, так как она охотится на моллюсков, сравнительно тоже небольших. Она, например, сравнима с моллюском. Потому что она охотится, обычно так же она обволакивает моллюсков этими своими руками. Верхняя сторона тела, как правило, ярко окрашена, и известно много красивых звезд морских. И кое-какие фотографии я подобрал, сейчас их много будет. А нижняя сторона обычно достаточно бледная у них такая. Есть у нее скелет, и в общем-то даже он внутренний. Как я уже говорил, они близки к хордовым, потому что у нас тоже внутренний скелет. Но он у них соединен соединительной тканью, эпитерием, то есть он у них распадается, в общем-то, на отдельные фрагменты. Всякие пластинки, иглы, шипы, бугорки и так далее. Основной опорный скелет у нее состоит из известковых пластинок, которые соединены мускулами и соединительной тканью. Скелет верхней стороны тела обычно достаточно развит, и пластинки выстилают спиной поверхность. То есть у спины она обычно скелет делает, чтобы защититься. Кроме опорного скелета есть многочисленные скелетные придатки, иглы, шипы, и в том числе известные вот эти педицелярии, которые почти у всех есть. То есть шипы, которые позволяют захватывать что-то типа щипчиков и передавать что-то по поверхности тела. Но обычно они этими педицеляриями чистятся, и звезды тоже с иглокожей. То есть они вот этими щипчиками сбрасывают всякую грязь с тела. Но могут они и питание перебрасывать таким образом. Могут и защитную функцию эти педицелярии выполнять. Папулы или кожные жабры тоже, они у них имеются на спине. Такие небольшие выросты, они служат для дыхания. Ну то есть у нее как отдельного органа жабр нет, но по спине у нее мелкие жабры. Вот это называется как раз папулы. Многочисленные ножки, которые отходят от амбулокоральной системы, как уже ранее в клипе о строении иглокожей говорил. Выходят наружу. Значит, амбулокоральная борозда, ну, типичного для иглокожих строения. Очень много. В каждом из лучей несколько сотен ножек. У них многоножковые они. В ножке есть ампула, мускулистый мешочек, который вот управляет, он может выталкивать воду в ножку. Как правило, на ножке есть присоскивание. Вот она может устрицу уже открыть, а человек не может. С помощью вот этих многочисленных ножек она может развивать довольно сильное, там, вот, большим количеством ножек. Довольно серьезное усилие может. И открывают раковину моллюсков. Сила сцепления присоски превышает атмосферное давление. Причем в основном клейкой с лизью они в этом плане работают. Но, надо сказать, что мускулатура сравнительно слабая. То есть, в основном вот эти амбулокральные ножки, они не за счет мускулатуры работают, а за счет нагнетания туда жидкости в основном. То есть, в амбулокральных ножках мускулатура только продольная. А вперед, а растягиваются они вот за счет нагнетания жидкости. За счет этого, собственно, экономят несколько усилия. Ну, мышцы у них могут обеспечить изгибание лучей. То есть, она может гнуть свои лучи, как ей надо, естественно. Во время охоты. Могут всплывать, в принципе. Некоторые звезды могут с помощью мускулов, в принципе, плыть на своих лучах. Но не очень много. Обычно оно все равно донное. Если надо, может немножко она подняться и проплыть. Хотя они хищники, у них нет каких-либо крупных зубов. Вот для морского ежа, например, серьезные такие зубы характерные, а тут, значит, нет. В связи с этим, типичное для нее питание – это высунуть желудок наружу. То есть, вот она открывает, допустим, мусорицу и засовывает туда же лудок полностью. То, что зубов нет. Анальное отверстие ей небольшое, и часто она выбрасывает через рот непереваренные остатки. И некоторые звезды вообще не имеют анального отверстия. Имеется развитая печень у них. В печени они хранят запасы энергии. Вот дошли до живых существ, которые длительно способны голодать. Он может голодать 6-8 недель. Человек тоже, он и в печени хранит запасы, и в жире. Человек голодать может, как известно, довольно долго. Те, которые еж рот в землю, не имеют анального отверстия, вообще ничего не имеют, кроме желудка и кишечника не имеют. Они запихивают землю в желудок, переваривают, дом выбрасывают. Но хищники, да, имеют обычно развитый кишечник, завернутый во многом уровне. Ну, в принципе, я рассказывал, когда я к лакоши уже говорил. Обычно у них пищевой спектр широкий. Обычно какая-нибудь конкретная звезда любит питаться чем-то одним. Допустим, моллюсками или губками или кораллами. Но при необходимости может жрать и что угодно. То есть они специализируются, конечно, охотятся на что-то конкретное. Но, в принципе, и все что угодно, и друг друга иногда. Нервная система примитивная, нет мозга, по сути. Тем не менее, установлено, что они могут вырабатывать условные рефлексы. То есть они могут запоминать какие-то примитивные события и потом на них реагировать. Есть у них. Но обычно дней за пять они забывают. Хорошо помнят все на свете осьминоги. У них есть развитый мозг у осьминогов. Но это моллюск, конечно. Иглокожие, как правило, туповатые. Даже самые из них, вот эти умные, эти звезды, все равно достаточно тупые. Но морская звезда имеет глаза. Глаза у нее на концах ее лучей. Но глаза тоже простые такие, позволяют только различать свет, светло или темно, или направление света. В принципе, есть у них функция сезания, естественно, и вкусовая. Она может чувствовать добычу. Где-то до 12 метров аж некоторые звезды могут как-то унюхивать, где там, значит, что. Но некоторые вообще не имеют никакого, значит, обоняния, ничего не чувствуют. То есть могут ползти прямо мимо еды и не реагировать голодные. Такие только имеют осязание. То есть если она ногой заденет что-то съедобное, вот она начнет его есть. Нет выделительных органов, выбрасывают через кожу, все на свете. Как правило, они раздельно полые, есть небольшое количество гермафродитов. Половые железы в каждом луче, что позволяет миллионами производить яйца по типу глиста. Вот у глиста такого высокоразвитого, у него уже в каждом членике половой аппарат. Но вот у нее тоже в каждом луче половой аппарат. Как правило, развитие со стадии свободно плавающей личинки, вот в принципе система. То есть сначала она билатеральная, симметрия, вот как напоминает червячка, да, и она плавает в планктоне и там питается. Если кит ее не съел, и она откормилась, тогда она вот оседает на дно, вторая стадия у нее происходит, брахиолярия. У нее формируется присоска, и с одного конца у нее формируется маленькая звезда, которая постепенно ее поглощает, и вот она становится звездой. То есть она вот из чего-то типа червяка с такими ножками, вот как-то вот сзади у нее формируется звезда, и она становится таки звездочкой. Вот, то есть это все говорит о том, что раньше, видимо, все-таки они были червячки. Ну, это типичная для звезды развития. У них есть разные нетипичные. Допустим, есть алицитрофная личинка, когда они в яйца запасают много питательных веществ, она не питается в планктоне, а сразу оседает на дно и быстро превращается в звездочку. Некоторые вообще без плавающих личинок, и у ряда звезд распространена забота о потомстве, то есть они выращивают на себе. Как правило, в холодных морях, где вот эти все яйца легко замерзнут, там много звезд, которые имеют камеры выводковые на себе, и там выращивают свои личинки. И есть там такие, которые вообще просто по коже, сверху по маме ползает маленькая звездочка, и так вот живет, пока не откормится. Это у них тоже забота о потомстве определенная есть. Плодовитость высокая. Как я уже говорил, если ничего не мешают, они вообще заполняют полностью там моря массово, эти звезды. Ну, в частности, вот зафиксировано, что вот это Астериас Рубенс, наиболее известная эта звезда красная, она за два часа может два с половиной миллионов яиц выбросить. Самая плодовитая алюидия 200 миллионов яиц может за раз сбросить. Это все сожрут киты и рыба, большей частью в планктоне, которые питаются планктоном. Большое количество существ этим питается, вот всеми этими миллионами личинок, которые сбрасывают всевозможные моллюски и глокожие. Вот и там в море много кто их жрет. Поэтому вырастут немногие, но тем не менее, вот за счет высокой плодовитости что-то же будет, кто-то же живо останется. Те, которые выращивают на себе, они, допустим, около рта могут иметь камеры, где выращивают маленькую звезду, да. Там, конечно, их мало, то есть на себе она больше тысячи не может вытянуть. Там, конечно, не миллионы. Те, которые на спине ползают, это вообще несколько десятков. То есть вот такие маленькие, которые вместе с мамой живут, она, конечно, их не может миллионами кормить, да. У нее будет несколько десятков максимум. Ну, как у любого животного, которое заботится, а потом, типа, человек. У человека тоже, может быть, 10 детей, это уже дофига. Ну, вот у звезды тоже 10 детей дофига. А которые просто выбрасывают яйца, это про миллионами. Кто-нибудь выживет. Распространено у них бесполое размножение. То есть они могут делиться сами диск на две части также. Они могут сбрасывать лучи, и из луча вырастает новая звездочка, вот как тут на картинке. Ну, также бесполое размножение у них может быть насильственное. Первоначально с ними боролись, пытались, допустим, их резать на куски и выбрасывать в море, и с каждого куска она вырастает. То есть если, допустим, какой-нибудь там хищник откусит, один хотя бы целый этот луч, она из целого луча себя может восстановить спокойно. Потому что у неё в луче, на самом деле, все органы есть. Луч он достаточно автономен. Вплоть до половых, вплоть до разножаться, в принципе, может. Она восстанавливает рот, лучи, и всё вот такая же. Регенерация весьма тоже у них развита. При различном ранении они могут их удваивать. То есть они пользуются ранением для размножения. Ну, или восстанавливать очень легко эти лучи. Ну, в общем-то, это тоже связано с простотой строения. То, что регенерируются обычно те, которых заморачиваться не надо. Хотя они достаточно подвижные, есть у них паразиты. Допустим, кольчатые черви паразитируют. Улитки, которые на море паразитируют на чём угодно, паразитируют тоже на этих, на морских звёздах. Сами они, как правило, хищники и не паразитируют. Классификация до сих пор спорная. Новых открывают, переносят. Излагаю я советскую, потому что я по жизни животных советской ориентируюсь. Ну, 1988 года, то есть достаточно современная книжка. Значит, выделяется отряд плоские морские звёзды, которые считаются примитивными, и называется она Луидия. Вот она Луидия. Длинные гибкие лучи, многочисленные иголочки на них. Селятся на песчаном дне, ползают, иногда зарываются. Пожирают морских ежей, полностью их заглатывая. Либо афиур, допустим. То есть вот она может охватить морского ежа, засунуть себе в желудок, переварить его там, потом выбрасывать панцирь. Причём известны истории, когда она, значит, его съела, не переварила, и сама, короче, порвалась от этого самого ежа. Число лучей у них от 5 до 11. Отряд паксилоносных морских звёзд. Три семейства. Ну, имеют развитые паксиллы такие, не имеют присосок на балакральных ножках своих. Имеют педицелярии достаточно примитивные, и тоже считаются, в общем-то, простые. То есть такие примитивные морские звёзды. Парцеллонастериды, наиболее известные из них. Вот она на картинке. Пятилучевая, желтовато-серая, достаточно крупный диск, короткие лучи, закапываются в ил. Имеют специальные гребневидные органы, состоящие из тонких пластинок, покрытых ресничным эпителием. Вот этими гребневидными органами они дышат. То есть кожные жабры, типичные для морской звезды, у них слабо развитые, а в основном дышат вот этим гребневидным органом. Ну, предполагаю, что также он гребневидным органом может питаться. Нет у них печени, задней кишки и ануса, потому что она ест ил. Вот у них только желудок. Она в желудок набирает ил, вздувается, потом она его переваривает, этот ил, и выбрасывает всё, что там неорганика. Причём она по всей видимости просто глотает всё, она не разбирается. Камни там она может заглотить и так далее. Особенно она не оценит. Она просто глотает землю вокруг себя, переваривает, потом выбрасывает из-за рта же землю, где уже органики нет. Ну, сюда вот относятся близкие к ним стирокастеры, вытянутые хрупкие лучи, ну и другие вот такие похожие на них, на этих порцеллонастерит. Имеют крупные яйца, но по всей видимости у них развитие без этой свободно плавающей личинки, то есть крупное яйцо, из которого сразу выходит готовое. Сюда примыкают гребенчатые звёзды, плоские пятилучевые, с пластинки вооружены игловидными шипами. Как правило, оранжево-красные, ну и здесь известны астропектены. Вот она, астропектены. Звезда на песке, как правило, зарываются в песок, отбрасывая его в сторону от себя, и в течение одной минуты может быстро зарыться в песок астропектен. Реагирует на изменения освещенности своими глазами, и по всей видимости, даже вот если глаза у неё отрезать, то кожей тоже она каким-то образом чувствует свет. Как правило, она зарывается всё время в песок, поэтому она на свет негативно реагирует. То есть свет – это значит, что опасность, значит, что она не зарылась. Как правило, она лежит там неподвижная утром или в конце дня, когда достаточно слабая освещенность света, она боится, она из песка вылазит и идёт на охоту. Охота у неё заключается в том, что она заглатывает полностью моллюска, или даже много-много моллюсков, и полностью набивает желудок моллюсками мелкими, которых она заглотила. До 20-30 моллюсков прям в желудке у них обнаруживает. Причём разных она жрёт, и этих, и ракушек, и улиток, и кого угодно. Ну, навевает моллюсками, переваривает их, и выбрасывает раковины изо рта, непереваренные. Ну, в связи с тем, что у них такое примитивное строение, даже нет анального отверстия, поэтому они считаются примитивными. Астропектены ещё имеют сожительство с червями многощетинковыми. Черви живут у них в амбулакральных бороздах, в желобках прямо возле рта. Черви, вот эти остатки какой-то пищи, недопереваренных моллюсков, вот он их жрёт. Причём иногда червь в такой степени охраневает, что засовывает голову прям в желудок этой самой звезде, и там прямо из желудка недопереваренных моллюсков тоже жрёт, то есть жрёт прямо в желудке пищу. Но он на самом деле не паразитирует, и предполагает, что даже звезда получает выгоды, потому что черви очищают её поверхность от всего-то там, что там налипло, от любой там органики, а всей иглокожей её активно чистит своей поверхности, не заинтересованы, чтобы они там были облиплые, облипли какой-нибудь гадостью. Вот черви чистят её. Причём у червя есть реакция на запах звезды, даже, допустим, если кусочек звезды положить, то червь и ползает. Если он случайно от звезды отвалился, то он её находит по запаху. Шаровидные морские звёзды вот тут уже, но это вот эти подосферастеры, которых ранее показывал, поэтому, пожалуй, их уже не будем. Это отдельный отряд, тоже достаточно примитивный. Потом идёт отряд вальватиды, довольно разнообразные. 12 семейств этих вальватид. Известные, допустим, семейства архастеров. Ну вот у архастеров происходит спаривание при размножении. Только у них, то есть вот только архастеры, некое спаривание изображают. Выглядит в таком виде, что самцы и самки попарно объединяются. Лучи, значит, самец сверху, лучи самца лежат между лучами самки. То есть вот 5 у неё лучей, а сверху ещё другая звезда, и она свои лучи между её лучами кладёт. При этом они, значит, одновременно выпускают в воду сперму и яйца, и в воде это всё, значит, оплодотворяется. Благодаря тому, что они сцепляются, собственно, не теряется ни яйца, ни сперма. То есть в данном случае смысл спаривания, чтобы в воде это всё не разметалось, как это обычно происходит. Сюда же примыкают коралловые, которые на коралловых рифах живут, ореастериды. Вот сюда вот новогвинейская кульцита, которая не имеет лучей, походит на подушку. В этой кульците живёт, опять же, этот самый карапус. То есть жемчужная рыбка, карапус маленькая, живёт в заднице у галатурии, о чём я уже описывал, залазит ей в задницу и потом живёт там в лёгких. Вот этот карапус любит залазить также и в кульциту, видимо, путает её с галатурией. Причём иногда её находит прямо в полости тела, вероятно, карапус прогрыз желудок у этого, и там живёт где-то. Ну, возможно, это у него ошибка, потому что обычно они живут в галатуриях. Линкия довольно красивая, ярко-синяя звезда. Вот она, Линкия, это отряд вальватиды. Для них распространено бесполое размножение, то есть они обламывают сами свои лучи, и из луча вырастает новая звезда, синяя такая же. Причём они это сознательно делают, оно само отползает, этот самый луч отползает и наращивается. Самостоятельную жизнь начинает вести. Ну и, естественно, если её отрезать от неё, эти концы, то тоже они могут регенерировать и образовать новые звёздочки. К вальватидам относятся гребешковая потерия, правильный пятиугольник, ярко-оранжевые пятна, анзиропода, взрывается тоже в песок, ну и, наконец, наиболее такой известный, это терновый венец, он же акантастер. Акантастер большой, диаметр порядка 50 сантиметров, у него много лучей, где-то до 20 может быть, 21. Ну вот он вот такой вот. Ну и считается, что акантастер ядовитый и опасен для человека, что там лучи, естественно, заряжены ядом, при соприкосновении человек получает серьёзный ожог. Окраску этот терновый венец может менять от голубоватого до фиолетово-пурпурного до малинового. Ну а акантастер, конечно, людьми не питается, он питается коровыми полипами. На кораллах живёт, и вот там ползает в этих рифах, и сжирает как раз этих кораллов. Где-то так говорят, что жгучая боль, как острые иголки, если в руки его взять, то это больно. Он тут же, вот у него эти все иглы заряжены отравой, и человеку просто больно держать его в руках. Говорят, что вот когда сборщики жемчуга на кораллах собирают, они могут ногой, допустим, наступить на эту звезду и серьёзно повредить ногу при этом. Сильная боль там и так далее. Опасно для человека. Ну вот поскольку они питаются коралловыми рифами, иногда они массово размножаются и прямо уничтожают коралловые рифы. То есть известны случаи, допустим, в 60-е годы прошлого века они прямо уничтожали чуть ли не острова целые. Вот эти морские звёзды, если они сильно размножились. Поскольку там как раз острова и формируются коралловыми рифами, и защищаются. От волны. Поскольку их резать пополам бесполезно, то при борьбе с ними, если они прямо разрушают коралловые рифы, то применяют отравление. Заряжают команду аквалангистов и они впрыскивают формалин в звезду. То есть её можно только отравить, резать её не надо. Ну вот, в принципе, за 4 часа 2500 звезды они могут таким образом уничтожить. Она однако считается, что это циклически. Вот почему они так внезапно размножаются, потом всё это затухает, непонятно. Естественно, когда они перестали размножаться, то кораллы восстанавливаются. И кольчатые морские звёзды. Это хинрицы, они же и хиностериды. Небольшие пятилучевые звёзды с узким маленьким диском. Кровяная звезда из них известна. Вот она. Ну она, хотя и красная, и кровяная, и выглядит страшно, она питается губками. То есть ничего, в общем, такого опасного не представляет. Живородящие. То есть они вынашивают зародыши на себе, на нижней стороне тела, под ртом в данном случае. То есть возле рта она выращивает своих детей ещё к тому же. Ну, видимо, дети могут питаться тем, что изо рта падает по типу червей. Соластеры сюда примыкают. Кроссастеры. Как красастеры, так и соластеры, где-то 50 сантиметров в диаметре, очень прожорливые и питаются в основном другими звёздами. То есть вот красастеры – это звезда, которая питается другими звёздами морскими. Ну, может, в принципе, поедать также морских ежей, галатурий, то есть тоже иглокожих. Иногда очень больших. Ну вот красастер может на даже Астериас Рубенс пожать. Астериас Рубенс – это страшный хищник. Как будто один хищник, короче, жрёт другого. Причём красастер сильнее. То есть если вот эти красастеры размножаются, то они, красные Астериаса, вообще полностью могут уничтожить. Причём красастер ещё и ядовитый, и поэтому его самого мало кто ест. У него ткани ядом пропитаны ещё. Там уже вообще опасно, короче. Хреновина. Развитие у него без свободно плавающих личинок. Откладывает крупные яйца, сразу выходит маленькие хищники из них. Птерастеры близки к этому всему. На морских звёздах птерастерах паразитируют турбелярии. То есть черви примитивные. Птерастеры тоже имеют выводковые камеры. 20 зародышей на себе таскают. Зуроколиды – это отряд. Сюда входят зороастериды. Но, пожалуй, мелкие не будем. Брезингиды. Довольно известный отряд. Вот она, Брезингида. Глубоководные звёзды. Хотя обычно звёзды, они возле берега. То есть вот эти глубоководные. В 8 километров глубина. Довольно красивая, как видно тут Брезингида. Число лучей от 6 до 20. Длина 45 сантиметров, тоже большая. Лучи покрыты иглами и вот этими пеницеляриями, то есть щипчиками. Скелет слабо развитый, лучи довольно хрупкие. Когда её ловят, то у неё лучи часто обламываются. То есть даже если вот её схватить, у неё лучи обламываются. Внутри каждого луча половые железы развитые. Ну и они вынашивают тоже. Маленьких звёзд они на себе выращивают в выводковых камерах. То есть нет свободно плавающих личинок. Всякие эти личинки, вот кит идёт большой, миллионами все эти, вот она миллионами производит личинки, а потом кит миллионами сжирает, просто даже не замечая их. Ну, значит, ну, имеет корзиночки такие, 5-9 зародышей в каждом корзиночке. Вот это брезенгида. Считали их хищниками, однако обнаружило, что она в типичной позе находится, когда руки вверх, то есть это означает, что она из воды захватывает то, что там плывёт, что она питается детритом. Это типично для глокошева. Наоборот, она лежит на спине, вверх подняв щупальцы, на которые она ловит всё, что плавает. Значит, пятицелляревые морские звёзды, большой диск, гибкие лучи, астерииды, и вот сюда как раз астериосы. Наиболее известный, это красный астериос. Обычно, когда говорят о морской звезде, то представляют вот этот самый астериос Рубенс, это пятилучевая большая красная звезда. Вот её как раз представляют морской звездой, хотя на самом деле они очень разнообразные и по окраске, и по внешнему виду. Ну, вот астериос Рубенс, 30 сантиметров, красная. При том, что там бывают они такие буро-чёрные тоже некоторые, и бывают некоторые жёлто-оранжевые, то есть не обязательно она такая ярко-красная, и даже фиолетовая они бывают этим. астериосы. Расстояние между концами лучей обычно 20 сантиметров, чаще всего 10 сантиметров даже она в диаметре астериос Рубенс. Это жуткий хищник, в основном он питается устрицами и мидиями, и вот поэтому он человеку хорошо известен этот самый астериос Рубенс, потому что вот она жрёт устриц. Ну и астериос Форбеси ещё есть, родственные ей. Значит, эти астериосы настолько хищные, что едят друг друга. То есть там более крупные звёзды могут быть более мелких. Вот особенно астериос Форбеси довольно много вредит всяким устричным хозяйствам. Против них постоянно принимают меры, и их хорошо исследуют в этом плане. Ну, одна звезда может несколько крупных устриц съесть в день. и размножаются они в огромных количествах. Огромные убытки причиняют различным владельцам устричных и мидиевых плантаций. Примитивно они размножаются, поднимают тело над дном на концах своих лучей. То есть на своих лучах она поднимается и выбрасывает половые продукты. Где-то рядом вот с другой звездой, которая тоже выбрасывает допустим или сперму или яйца и вот там в воде всё это оплодотворяется. Личинки плавают у него в планктоне после 3-4 недели они оседают на дно и превращаются в маленькие звездочки порядка миллиметра которые немедленно начинают тоже другие личинками питаться допустим личинками моллюсков которые по тому же механизму плавают а потом осели. Короче ещё в маленьком возрасте она ест других таких же маленьких но моллюсков. Причём маленькие звездочки могут и друг друга есть. Она хищная и жрёт своего же за полгода где-то астериас вырастает до 10 сантиметров и если он хорошо питается то к концу первого года жизни он уже может размножаться. Вообще живёт 5-6 лет астериас медленно ползает по дну как правило на своих ножках то есть подниматься на лучах это он только когда размножается у него много-много ножек он использует именно как рычаги то есть именно ходит то есть он толкает себя на ножках и подтягивается примерно 10 сантиметров за одну минуту мужская звезда перемещается но иногда если она хочет побегать то до 30 сантиметров в минуту как правило они с того места где они появились они далеко не отходят то есть где-то там рядом охотятся ну и питается двустворчатыми моллюсками двустворчатый моллюск очень крепко держит свою раковину но вот она разжимает обычный у неё способ какой охоты она наползает прямо на моллюска сверху который немедленно захлопывается потому что такие приколы про звезды он хорошо знает это у него генетически зашито вот и она своими значит ножками присасывается к створкам моллюск и начинает разжимать его сила очень большая сила с которой моллюск сжимает у него у ракушки вообще единственная мышца которая её сжимает наиболее сильная единственное что у неё мозги соображают это сжимать ракушку вот это всё что она в жизни делает или сжимать или разжимать у неё два решения мозг только вот это принимает в данном случае значит крупная какая-нибудь устрица в принципе если у неё достаточно сильная мышца она может упереться так и не разжать тогда звезда от неё отваливает если она не может рожать но как правило звезда разжимает устрицу и запускает туда желудок то есть вовнутрь устрицы желудок который там внутри моллюска всё переваривает всю устрицу всё после этого звезда уползает оставив пустую раковину хотя они медленно двигаются то они могут и достаточно подвижных моллюсков таких гребешков пожирать гребешок быстро прыгает тем не менее звезда как-то так умудряются его схватить по тому же принципу то есть она его охватывает и разжимает и туда желудок запускает и поедает ну а с астериусами интенсивно борются конечно их ловят там драгой швабрами специально делают драги для ловли этих гребаных звезд морских потому что они очень быстро размножаются хорошо разжимают раковины и могут угробить плантации устрицы вообще очень быстро астериусы хорошо регенерирует то есть тоже бесполезно их рубить на куски как делали каждый кусок восстанавливает на визу обычно их поэтому в воду в кипящую воду их бросают чтобы она погибла потому что резать ее бесполезно она восстанавливается силу их измеряли довольно сильная она до 5 килограммов она раздвигает створки ей достаточно раздвинуть на небольшую совершенно щель то что ей надо запустить желудок она даже в маленькую щель хоть немножко раздвинет моллюска она запускает желудок и пожирает допустим мидии имеют очень маленькую дырочку через которую они выпускают нить с помощью которой мидия к субстрату прикрепляется так вот звезда может даже в эту маленькую дырочку в принципе засунуть свой желудок непонятно может быть они взяли какие-то вещества которые способствуют расслаблению мускулов моллюска потому что но все-таки это маловероятно все-таки очень сильно держит поэтому предполагают что может быть они вещества сбрасывают от которых мускулы расслабляются поскольку это в принципе чудо что она может рожать такая сама маленькая близкие к этому писастеры тоже хищная пятилучевая звезда вот этот писастер он жрет моллюска который закопался они тоже ракушки все постоянно закапываются как я ранее рассказывал про них ну вот значит звезда писастер определяет почему-то точно место где закопался моллюск хотя он там глубоко может выкапывает нору до метра в диаметре где-то 10 сантиметров глубиной добирается до этого моллюска и присасывается все обрабатывает как обычно то есть разжимает ему раковину запускает желудок аналогично значит они едят ежей все моллюски морские ежи и все так далее все хорошо знают про морских звезд и немедленно начинает все закапываться как только их чувствуют при любом прикосновении они захлопывают раковину все знают вот допустим если просто прикоснулся лучом звезды моллюска он немедленно захлопывается некоторые моллюски начинают двигаться даже ногу высовывает ракушка и начинает стряхивать эту самую руку звезды это все они тоже делают но в тем не менее их успешно едят звезды морские улитки есть крипто на тика которая когда чувствует звезду она обволакивается ногой а нога у нее скользкая как улитки да поэтому звезда не может ее захватить своим этими ножками а звезда не есть если она не захватила ножками тут звезды к скользят ножки она отваливает от этой улитки то есть вот улитка приспособилась против звезды все-таки есть ежи морские которые пятицеляриями могут оттолкнуть ножки звезды то есть сброс сбрасывают эти самые когда вот звезда его охватывает сбрасывают ее ножки себя но также сюда относится допустим пикноподия вот эта гигантская пикноподия 80 сантиметров в диаметре и четыре с половиной килограмма то есть у нее где-то 20 лучей она вот так вот торжественно ползет по дну красно-коричневая питается причем морскими ежами галатурьями то есть другими иглокожими может на мертвую рыбу или на ослабленный рыбу напасть ловит рыб по лучами вот как осьминог тоже ловит охватывает полностью довольно быстро она движется тысячи ножек 15 тысяч ножек с присосками то есть она может охватить рыбу допустим 15 тысячами ножек и присосаться ну вот все равно все тот же механизм оси и надо ножками охватить вот то чего на место потом засунуть его уже допустим она целиком заглатывает мужского ежа и потом выбрасывает скорлупу когда переварит из желудка ну и после вот всех этих сражений у них обычно покрыто тело какими-нибудь там иголками какими-нибудь остатками всех с кем она воевала каких-нибудь моллюсков рыб и так далее поэтому они чистятся все интенсивно в том числе и пикноподии поскольку пикноподии не 5 лучей а много считается что у нее билотеральная симметрия частично развилась тоже но близки к этим пикноподиям гелиастеры кай моностеллы ну значит к село ксила плакс такой есть он спорно относится к звездам или нет но как правило к звездам его пишет значит сила плакс обнаружен 1986 году он определенно иглокожие но довольно примитивная у него первых система амбулокральная система по-другому устроена то есть у нее и у него есть внешне амбулокральное кольцо например у него отсутствует кишечник и рот вся полость тела покрыта тонкой перепонкой ну и в его длительно из-за того что у него есть внешний значит кольцо считали отдельный класс но в целом вот я даже посмотрел современной энциклопедии все-таки в морскую звезду его записывают к села плакса он также называется морская маргаритка но еще заметно что у него лучей то нет поэтому вот опять же спорно какая он звезда вот ну все про звезд много получилось это наиболее такой известный и развитый класс иглокожих а